Сегодня мы провели лекционное занятие в рамках операции «Чистое поколение». Мы поговорили с ребятами о том, какие последствия наступают за употребление наркотиков, за незаконный оборот наркотиков. У нас был достаточно конструктивный диалог. Я надеюсь, что ребятам было интересно, потому что действительно это явление, которое чаще всего подвержено молодежь. И, наверное, самый большой ущерб от наркомании несут как раз молодые люди, потому что если они употребляют наркотики или, не дай бог, участвуют в их незаконном обороте, это практически клеймо на всю оставшуюся жизнь. И достаточно сложно потом вернуться к полноценному существованию, стать полноценным участником тех процессов, которые происходят в нашей стране. Ну и самое главное — стать настоящим человеком, таким, у которого есть семья, любовь, счастье и все те базовые ценности, к которым стремится каждый человек. Все мероприятия, которые мы проводим в рамках нашей операции, безусловно, важны. Надеемся, что, в принципе, если мы говорим о наркомании, то люди, которые слышат об этой проблеме, в дальнейшем, во-первых, никогда не станут сами употреблять наркотики, а во-вторых, станут нашими союзниками в деле профилактики наркомании среди своих друзей, близких, знакомых. И, безусловно, нам очень хочется надеяться, что кто-то из них потом придет и к нам на работу, станет нашим волонтером, активным помощником, потому что действительно с этой проблемой нужно бороться со всем миром. Только тогда мы сможем с вами сказать о том, что наркомания в нашем городе, в нашей области побеждена, и мы, наконец, строим то светлое будущее, которым мы все сейчас стремимся. Из этой беседы я сам вынес понимание того, насколько сильно употребление и распространение подвержено ответственности, какая ответственность ждет употребляющего и распространяющего. В принципе, я практически все знал. Не знал только того, что административная ответственность за употребление идет. Я думал, там тоже уголовное. Пригодится мне это, пожалуй, так, что я просто смогу быть сам по себе аккуратней, сам смогу в случае чего понимать, какие меры нужно соблюсти при столкновении с людьми, употребляющими или распространяющими. Из этой беседы я вывела для себя пару аспектов, что, во-первых, не нужно делать и что меня за это ждет. Также я рада, что эту тему освещают, потому что она актуальна абсолютно всегда, потому что очень много подростков, молодых людей, и даже в более старшем возрасте все равно все подсаживаются на этот крючок. И, опять же, я рада, что это освещают, потому что даже в нашем ВУЗе я уверена, что мог кто-то быть, кто кого-то посадил на это. И снова, опять же, думаю, то, как себя вести с такими людьми, то, что им надо обязательно говорить «нет», и чтобы это никуда не распространялось.